Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Господу Спасителю! Да, братья и сестры! Отвечай на вопросы, которые приходят по e-mail, в социальных сетях, также вот сети Одноклассники, Майлру, Мой Мир, потом Facebook, ВКонтакте. Я, Сергей Журавлев, архиепископ Реформаторской Православной Церкви последние вот эти годы веду такую активную деятельность миссионерскую не только, знаете ли, в такой реальной жизни, но и в виртуальной, в социальных сетях. И пытаюсь отвечать на вопросы, знаете ли, пишу, но просто не хватает, знаете ли, даже порой времени всем ответить. Поэтому стараюсь такие видео писать для всех, потому что многие вопросы не повторяются. И вот я говорил, допустим, о Пасхе, говорил о времени празднования Пасхи. И вот есть такие вопросы, которые буквально в эти дни приходили. Вопросы о времени празднования Пасхи. Время, значит, почему вот, допустим, у нас в Православии, допустим, принято позже отмечать Пасху, чем это вот мы видим по описанию в библейском календаре. Почему? С чем это связано? Но в лекциях по истории христианства я об этом подробно рассказываю, но не все из вас, ну и вообще не все, конечно, могут иметь возможность многочасовые вот эти семинары прослушать. Поэтому я вот так коротко отвечу, постараюсь в этой программе, в таких, ну, 15-минутных таких программах отвечать на вопросы. И вот по поводу времени. Библейское время, то есть праздник Пасхи, это не просто праздник иудеев или христиан или кого-то еще. Нет, праздник Пасхи в первую очередь это праздник самого Господа. Он сам говорит, да, он говорит, это мой праздник, праздник Господень. Поэтому, коль это его праздник, то мы должны понимать, что есть и как бы назначена им дата, время. Потому что в Писании об этом очень, ну, четко говорится. Было бы нехорошо, если, допустим, кто-то имел бы, допустим, годовщину свадьбы, допустим, в такое-то число. Или там день рождения свой, допустим, или там какую-то еще дату особенную. И вас пригласил именно в этот день прийти, допустим, вы сказали бы, ну, не все ли равно, в принципе, я приду попозже, допустим, в другой день, какой-то даже другой месяц. Ну, это было бы немного странно, конечно. Но царь царей, бог богов, Господь господствующих, он приглашает на свои праздники, он на свои особые дни приглашает. И для этого он даже создал и луну, и звезды, и солнце для времен, для определения этих времен встреч с ним. И удивительно, что в полнолунии месяца Ниссан, который вот сейчас, в общем-то, идет по лунному календарю, по библейскому календарю, если брать, в полнолунии этого месяца бог совершил великий исход, великое чудо. И недаром он даже сказал, что месяц этот добудет у вас начало месяцев всего года. И, в общем-то, интересно, что месяц Ниссан, ну, обычно даже люди, которые мало интересуются библейским календарем, все равно обычно знают название этого месяца. Ну, и потому, что есть такие автомобили Ниссан, но и не только. Наверное, автомобильцы, безусловно, знают Ниссан, но, знаете, Ниссан, потому что мы вспоминаем часто довольно христиане, даже в тех конфессиях, где не очень-то, как бы, изучают библейский календарь, библейские времена. Так вот, полнолуние месяца Ниссан выпадает на разные дни. Вот в этом году, текущем 2015, значит, по нашему гражданскому календарю, значит, в библейском исчислении, если брать от сотворения мира, как вот, если брать Библию и от бытия, вот, от Адама и Евы вести лет исчисления, то сейчас на пороге у нас, значит, на дворе у нас, вернее, 5775 год. Вот, в общем-то, вот, как бы, вот такое исчисление. Не какие-то там миллионы лет эволюции, в общем-то, слава Богу, Бог создал нас не из обезьян, там, не из чего-то еще, значит, не из простейших каких-то там бесхребетных и прочее. Он создал нас людьми изначально и создал наших родителей, Адама и Евы. И, в общем-то, это прекрасно, слава Богу. И слава Богу, что все эти вот безбожные теории, там, Дарвина, там, значит, они уже там за это столетие так они и не подтвердились. И наоборот, на сегодняшний день наука однозначно показывает несостоятельность этих воззрений, слава Богу. Слава Богу, Дарвин не прав, а Бог прав. И Божий календарь, вот если Божьи времена брать, то от нашего праотца, пра-пра-пра-праотца и пра-пра-пра-матери, то есть от Адама и Евы, 5775 год. И календарь, ну, он сохранился до наших лет, в общем-то. Ну, в древности, в самой глубокой древности просто называли первый месяц, второй, третий, пятый. Потом со временем появились названия этих месяцев. И вот месяц Ниссан, мы говорим, этот месяц, месяц Пасхи, месяц Исхода. В этом весеннем месяце, в полнолуние, даже мудрецы говорили, историки некоторые говорят, что Бог, видимо, хотел, чтобы была полная Луна. И на Востоке, знаете, как Луна яркая, большая. И в полнолуние Ниссана, весеннего месяца, можно даже хоть газету читать ночью, знаете ли. Бог хотел, чтобы как днем было видно все. И исход был совершен при свете, будем так, во свете. Но праздновали Пасху иудеи и все боящиеся Бога с разных народов, что прививались верою к живой лазье. И всегда в одно время, в ночь, вот с 14 на 15 Ниссана. И потом неделя была опресночная, неделя, когда едим пресный хлеб, горькие травы, мясо. И благодарим Бога вино и хлеб пресный, мацу. Благодарим Бога за его избавление. И так христиане праздновали тоже, как бы, с самого начала. Ведь Иисус Христос, все его апостолы, все первые поколения верующих, христиан, это все были иудеи, набожные, религиозные иудеи. И, в общем-то, христианство как таковое вышло из лона иудаизма. И только лишь в конце, ну, к концу первого столетия обозначился такой, ну, серьезный разрыв. А уже во втором столетии этот разрыв произошел. Это связано, к сожалению, с явлением также ложного мессии, некоего Барковбы. И, в общем-то, и разрушение Иерусалима, и, значит, как бы, начало великого, огромного рассеяния еврейского народа. Это все, это как бы, было историческим фоном вот этого разделения христианства исторического от корней иудаизма. Но в этом разводе пострадали обе стороны. Знаете, в любом разводе и никто не выигрывает, все проигрывают, собственно, все страдают. И в этом разводе пострадало и христианство, и иудаизм пострадал. Потому что, ну, если брать именно нас, христиан, то мы пострадали, скажу так, чем? Оторвавшись от еврейских корней, от традиции определенной многовековой, знаете ли, мы были обречены повторять все ошибки Сызнова. Наступать на те же самые грабли и много всего. Антисемитизм тот же самый, значит, там, и даже само писание читалось веками, собственно, превратно толковалось. И все это благодаря оторванности от определенной системы толкования, веками сложившейся под веянием Духа Святого в лоне иудейского народа, еврейского народа, в лоне библейского иудаизма. Конечно, и уже отступнический, будем так говорить, оторвавшийся, значит, иудаизм, пламудический иудаизм, тоже претерпел очень страшной трансформации. И, к сожалению, я говорю, повторюсь, что в этом разделении, значит, христианства иудаизма, ну, обе стороны претерпели, знаете ли, значит, беду такую, большие проблемы, значит, и до сих пор, в общем-то, эти беды продолжаются и у христиан, и у иудеев. Я верю в то, что выход из этих кризисов в нашем возъединении в Мессии Ишуа, в Иисусе Христе, в истине, в Брит Хадаша, в Новом Договоре, в Новом Завете, который есть в крови Мессии Иисуса Христа, который есть свет к просвещению всех народов, что уже фактически исполнилось. И вторая часть его ипостаси, его Великой Миссии, это и слава народа своего Израиля. И это тоже исполнится, я в этом глубоко убежден. То, что мы в разные даты празднуем, еврейский народ, слава Богу, сохранил такие верность библейскому календарю, но, к сожалению, этого нельзя сказать о нас, христианах. Еще со времен, ну, даже во втором столетии, третьем столетии уже были такие поползновения к разрыву, в частности, можно вспомнить римского папу, епископа Рима Виктора, который, значит, настаивал на том, чтобы христиане праздновали не вместе с иудеями, ни в одну дату, хотя, причем, если иудеи, это Бог сам сказал эту дату праздновать, значит, но, как бы, в другое время. То есть, на зло евреям придумали новый календарь со временем. И Константин Великий, можно вспомнить его, к сожалению, дух Антихриста через него очень сильно действовал, и, действительно, очень много церковь претерпела всевозможные таких деформаций, деградаций. Вообще, с четвертого столетия, по сути, начался период, многовековой период такой великой деформации мирового христианства, деградации. И придумали на зло, по сути, именно на зло евреям многие традиции. Допустим, даже те же самые посты, там, в среду и в пятницу, да, если брать исторически, почему отцы церкви еще в древности, глубоко древности, решили в среду и в пятницу поститься? Вот на зло евреям, вот те лицемеры, мол, фарисеи-книжники, мол, лицемеры, они, значит, во вторник и в четверг постятся, а мы будем в среду и в пятницу, не вместе с лицемерами. Ну, глупость какая-то. Как будто бы от перемен мест слагаемых сумма изменяется, как будто бы, если мы назначим другие дни, то мы избавимся от лицемерия. Как будто в этом и заключается лицемерие в датах определенных. То же самое с календарем получилось. Придумали, по сути, новые исчисления, новый календарь, и с этим вообще не с разницы вышло. Хотя я сегодня уже всем, думаю, основной массе священнослужителей, грамотных священников ясно, что мы как бы просто набедокурили, что нужно просто-напросто покаяться. Но очень и очень все это сложно, конечно, господа. Ну, я как священнослужитель православной церкви, ныне реформаторской православной церкви Христа Спасителя, как архиепископ, я настаиваю на том, что нам, православным христианам, и в первую очередь обновленцам, реформаторам, необходимо на самом деле вернуться к здравому библейскому календарю. Без всяких обид, огорчений. Покаяться. Покаяться пред Богом, во-первых. За то, что мы пытались, значит, вот так вот накуролесить, по-своему все поновыдумывать. Вернуться к библейскому исчислению, как бы, здравому библейскому вычислению, как бы, ну, это ж не трудно сегодня. Вот, допустим, в этом году, в 2015, вот, уже завтра вечером начинается ночь бдения. То бишь, значит, с 3 на 4 апреля, вот в нашем исчислении, вот та самая дата, ночь Пасхи, которая с 14 на 15 Несана каждый год со времен Моисеева совершается. Время Великого Исхода, когда Бог всех евреев и неевреев, всех, кто уверовал в великого Бога Авраама, Исаака и Израиля, кто поверил Моисею как пророку Божьему, посланнику Божьему, вышли из Египта и обрели великое благословение. И это праздник, в первую очередь, не просто иудеев или христиан, это праздник именно верующих, потому что именно верующие вышли и пошли вслед за Моисеем в землю обетований. Слава Богу! И, конечно, далеко не все, кто вышли, они вошли в землю обетований. В России, правильно говоря, цыплят по осени, считаю. Знаете ли, из 600 тысяч мужчин призывного возраста, вышедших из рабства египетского, вошло в землю обетований только лишь двое из уснавиных алиев. То есть, очень печальная статистика, конечно. Вот даже Моисей, Машер Абейн, пророк Моисей, учитель, он сошел с дистанции, будем так говорить, уже на финишной прямой, уже он видел глазами своими землю Израиля, но не вошел в нее. Хотя, в Новом Завете мы знаем, что таких не надо его жалеть, и как бы Бог приготовил о нем прекраснейшие, даже то, что, знаете ли, не вкусили Иисуса на Авин и Халиф. Потому что Моисей видел не только землю Израиля, он видел Мессию самого. И откуда мы это знаем? Из Нового Завета, когда Иисус Христос беседовал на горе преображения с Ильей и Моисеем. Слава Богу! Да, друзья, пусть Бог благостовит всех вас, дорогие друзья, благоставляю во имя Господа Иисуса Христа, ибо нет ни в ком ином спасения, ибо нет других имен, данных нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Бог дал ему имя превыше всякого имени, дабы пред именем Иисуса Христа склонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И, значит, иудеев, и христиан, и всех-всех-всех. С миром Божьим! Мир всем! Шалом! Благостовения всем вам! Слава Богу!